Институт Геалуаль – это первый институт эксклюзивной красоты, естественной молодости и эстетического здоровья. Здоровый образ жизни – необходимость для каждого из нас, так же как здоровая пища, здоровый сон, занятия спортом. Так же необходима и здоровая физиологичная косметология. Сегодня существует много агрессивных методов, дающих временный, а иногда и сомнительный результат. А есть редермализация – лидер методика омоложения кожи, гарантия красоты, привлекательности и успеха. Это инъекционная процедура, которая активирует здоровый метаболизм в клетках, так как с возрастом происходит его угнетение. Базовым препаратом для проведения процедуры является препарат Геалуаль – уникальное сочетание сукцината натрия и гиалуроновой кислоты. Шаг 1. Подготовка кожи пациента к процедуре. Кожа пациента обрабатывается антисептическим раствором. Шаг 2. Нанесение местного анестетика на кожу. В коже находится много различных рецепторов, в том числе и болевые. Проведение некоторых косметологических процедур сопровождается болевыми ощущениями. Многие люди очень плохо переносят даже незначительную боль и во время проведения процедуры испытывают сильный психологический дискомфорт. Иногда страх перед болью может быть причиной отказа от проведения процедуры. Поэтому проблема выбора и применения местной анестезии в косметологии в настоящее время очень актуальна. Для проведения процедуры редермализации используется аппликационная анестезия кремом Эмла. Крем Эмла наносится на предварительно очищенную кожу лица. В состав крема Эмла входят анестетики лидокаин и прилокаин. Преимущество поверхностной анестезии Эмла – это простота и безболезненность нанесения, а также высокий уровень обезболивания. Достаточное количество крема Эмла равномерно наносится на лицо. Обычно для обезболивания лица используется половина пятиграммового тюбика. Затем область нанесения крема прикрывается окклюзионной повязкой. Это герметичная повязка, закрывающая кожу от проникновения воздуха и препятствующая испарению воды. Таким образом обеспечивается эффективное проникновение анестетиков лидокаина и прилокаина в кожу и взаимодействие с нервными окончаниями. Таким образом достигается обезболивающее действие. Если необходимо нанести Эмла на большую поверхность кожи, то в качестве окклюзионной повязки может быть использована пулиэтиленовая пищевая пленка. Окклюзионная повязка остается на коже в течение одного часа. При необходимости крем Эмла можно оставить и на более длительное время – до пяти часов. Через час повязка снимается. Остатки крема удаляются сухой салфеткой. Шаг 3. Начало процедуры Редермализация – это восстановление дермы, в отличие от многих других инъекционных методик. В результате процедуры происходит омоложение кожи благодаря собственным усилиям организма, так как гиалуаль – это единственный препарат, воздействующий на все патогенетические механизмы старения кожи. Препарат готов к применению и выпускается в шприцах. Для каждой зоны нашего лица и тела существуют свои техники, дозы, концентрации. Возрастных ограничений в применении препарата гиалуаль нет. В данном случае мы проводим редермализацию препаратом гиалуаль всего лица папульной техникой. Комфорт врача при выполнении редермализации связан с комфортом пациента, что отразится на процессе и результате проведения инъекционной процедуры. А комфорт обеспечивается безболезненностью процедуры и высокой эффективностью результата. Институт гиалуаль – это гарантия вашей красоты, привлекательности и успеха. Субтитры создавал DimaTorzok